Спасибо. Если можно, с номера начать. Очень всем интересно, кто ставил? Почему именно Кармен? Как вообще возникло? Ставила команда Итери Георгиевна Тагуридзе, в частности, Даниил Мельфенгаус и Итери Георгиевна Тагуридзе. К кому пришла идея именно попробовать себя в таком? Я лет семь мечтала откатать Кармен. Восемь. Спасибо. Уже было две премьеры на показательных шоу. Планируешь ли еще чем-то удивить? Две премьеры? Кармен и Уж, который поставил уже двух. Ну, будет еще один интересный номер на юбилей Тагуридзе Тараса. Да, то есть, что ты думаешь? Ну, да, можно сказать, на юбилей Тагуридзе. А есть шанс, что мы при этом скажем еще раз маскарад? Я думаю, что нет. Евгения, вы выступали уже во многих городах. Как самый такой для вас особенный город, где незабываемая самая атмосфера? Как лично для вас? Город да везде, абсолютно разная атмосфера, но мегаспорт для меня особенная арена. Потому что здесь два года назад такое, можно сказать, мое заключительное выступление было. Если считать полноценным, если не считать, то неудавшийся чемпионат России наполовину скатанный. Но последнее полноценное выступление мое было здесь. Откатала я его просто супер. Вот. Сейчас, прямо вот, честно, я ехала на этот Сайхов сейчас. И у меня было ощущение, как будто бы я вот на Ростелекоме сейчас катаюсь. Я занервничала, у меня ножки подкосились, думаю, ах, страшно. Что отвечает шоу на перезаду лучше? Да, точно так же, как и на всех остальных шоу, здесь много любви. Здесь люди наслаждаются фигурным катанием без драмы. Здесь люди просто как можно теплее встречают своих звездочек, своих героев. Это так здорово. Но я думаю, что шоу именно для этого и создано. Шоу созданы для любви, к спорту, к своим любимым спортсменам, к катанию, к красивым платьям. Шоу для этого всё. Для многих спортсменов стал уже фактически наставником, помогающим, продерживающим. Ты первого канала, не только люди. Скажи, пожалуйста, вот тебе со стороны, чем больше кто запомнился это всего? Ну, а будем говорить только о положительных, наверное, в чертах этого сезона. Этот сезон много кого закалил. Этот сезон стал тяжелым для некоторых спортсменов. Так как для некоторых, для всех спортсменов вообще без исключения. Но все люди, которые сегодня выходят на лёд, они абсолютно герои. Они показывают свой максимум даже здесь. Так что, что можно особенного сказать? Да ничего, все ребята и девчонки очень сильные люди. А что мотивирует сейчас спортсменов в сложной ситуации? Знаете, я не нахожусь сейчас в этой ситуации, поэтому я не могу сказать, что в голове у каждого спортсмена. Мы с Сашей Трусовой обе танцевали в селе из три пластики. Теперь фанатов просто совместный танец. Можем ли увидеть что-нибудь? Ну, это на самом деле странно проводить параллели Сашиных занятий с моими или там мои занятия с Сашиной. Потому что абсолютно не сговариваясь мы сделали. Понятное дело, что фанатам фигурного катания очень хочется увидеть какой-то сговор, какой-то план, но никакого плана нет. Мы просто для себя это делаем. Будет ли совместный танец? Да я не знаю, честно говоря. Нам, наверное, обеим сначала нужно научиться танцевать в этом стиле, как настоящий танцор, а потом уже что-то думать вперёд. Илья Ебуха вявила о пресновке ледникового периода, потом его очень классно даже с Данем Милохиным. Как восприняли эту новость? Не знаю. Да никак не восприняла, потому что в мире много что происходит сейчас. Очень много отмен, очень много перемен и переносов. Поэтому, ну, конкретно от Ильи лично я этого не слышала. Я это видела только в новостях пару раз. Поэтому, кто знает, может что-то ещё поменять. Спасибо. Спасибо.